Наты Соника давно не получали хороших трёхмерных игр, и на Sonic Frontiers многие не надеялись. Не помогала даже уверенность, с которой глава Sonic Team, Takashi Iizuka, отзывался о проекте, по его словам тестировщики были довольны игрой. Так что судить о её качестве по трейлерам и скриншотам некорректно. Он был прав, пускай новинка не попадёт в списки лучших игр года. Это действительно хорошая попытка переизобрести Соника в 3D и дать поклонникам надежду на светлые будущие серии. Главное появление – открытый мир. Точнее, открытые зоны. Острова, на которые попадает Соник, большие территории практически ничем не ограничены. Игра подсказывает маркерами, куда бежать по сюжету. Но в пути натыкаешься на такое количество развлечений, что постоянно отвлекаешься. А чем активнее взаимодействуешь с объектами в открытом мире, тем больше открываешь возможностей. Одна из них – так называемые «древние рельсы», упрощающие путешествия из одной точки в другую. В этом заключается успех Sonic Frontier. Хотя со стороны острова могут казаться пустыми и безжизненными, на них всё время находишь способы себя развлечь. То заметишь повисшие в воздухе рельсы и попробуешь по ним прокатиться. То наткнёшься на батуты и используешь на них самонаводящийся удар. То не сможешь побороть желание запрыгнуть в большое кольцо, которое наверняка куда-то приведёт. От игрока не требует многого. Иногда Соник сам бежит по стене или запрыгивает на ускорителе, а вам лишь нужно вовремя либо бить, либо делать рывок. Но всё равно весело, особенно когда угол обзора меняется и персонажа показывают с разных сторон. За счёт этого достигается то самое состояние потока, которое мы недавно писали. Игру можно сравнить с классическими трёхмерными платформерами вроде Spiral the Dragon и их подражателями типа Yooka Lyle. Беготня и собирательство так увлекает, что теряешь счёт времени. Причём собирательство это не бессмысленные. Монеты, как и в любых Сониках, служат очками здоровья и спасают от гибели. А за прохождение каждого мини-аттракциона одаривают коллекционными предметами. Они необходимы для продвижения по сюжету. И можете увлечься исследованием миров, что даже не узнать, сколько предметов в какой момент требуется. Их всегда было больше, чем нужно. Они рассыпаны на каждом шагу, так что даже открывать карту, где они отмечены, не приходится. Но это, конечно, далеко не всё, что могут предложить открытые зоны. Временами натыкиваешься на испытания, правила которых не объясняют. Нужно самому оглядеться и прикинуть, что требуется. Иногда это очевидно, к примеру, перед вами после светящимися ячейками нужно последовательно пройти по каждой из них. Или вы играете в подобие Тетрис и строите определённую фигуру. В некоторых случаях взаимодействовать ни с чем и не начинаешь экспериментировать. В основном решение легко найти с помощью кругового рывка, при использовании которого Соник составляет за собой след. Когда возвращаешься в точку старта, замыкаешь нарисованный круг, что-то происходит, то противники получают урон, то спрятанные секреты появляются за прохождение этих испытаний. Открываются фрагменты карты мира, чтобы было легче отслеживать, где ещё не всё собрано. Другое развлечение портала, переносящий Соника в киберпространство. Это короткие уровни, призванные не только разнообразить Соник Фронтирис, но и угодить поклонникам классических Соников. Многие из них даже основаны на знакомых локациях вроде Грин Хилл Зон. Высокая скорость, сбор колец, противники всякие батуты и ускорители, неочевидный короткий путь и всё на месте. Есть и бонусные испытания, одно из которых всегда требует пройти уровень за указанное время. В большинстве случаев получается со второй попытки, но некоторые эпизоды довольно непростые. Приходится заучивать порядок действий, игнорировать врагов и использовать рывок вместо самонаводящегося удара, поскольку тот происходит не так уж и быстро. Но ещё один повод исследовать открытые зоны – поиск возможностей для прокачки Соника. Это один из самых странных элементов Соник Фронтирис по двум причинам. Во-первых, уровни прокачки зачем-то показывают на экране постоянно, хотя никакой ценной информации они не дают. Да и смотреть туда некогда. Во-вторых, древо навыков в игре – одно из самых крошечных среди тех, что когда-либо видел. И примерно к концу второго острова вы наверняка купите все способности. Улучшаются здесь четыре параметра, в том числе показатели атаки и защиты. Ещё можно повысить скорость и увеличить максимальное количество колец, которые герой может с собой носить. Тоже не сильно нужно. В древе навыков же вы в основном покупаете боевые приёмы, некоторые из них могут быть сокрушительными. Если вы, как и я, плохо запоминаете комбинации, в том же древе продаётся перк автокомбо, активирующий за вас приёмы в подходящие моменты. Правда, урон от них уменьшается, но это не страшно. При желании автокомбо можно отключить в настройках. Разработчикам удалось сделать сражения весёлыми. Прежде всего, стоит благодарить дизайнеров, создавших десятки уникальных противников, каждый из которых требует особого подхода. Кто-то покрывается бронёй, если его ударить. Кто-то усыпан шариками, которые надо поочерёдно сбивать. Даже с рядовыми врагами сражаться порой интересно, не говоря уже о мини-боссах, встречающихся на каждом острове. Есть песчаная акула, для победы над которой вы цепляетесь за её хвост и проезжаете несколько километров, двигаясь стик в указанном направлении, чтобы не упасть. Есть летающий кальмар, оставляющий за собой след. И вы едете по нему, уклоняясь от снарядов. Остальных спойлерить не хочется, лучше увидеть их самому. Главная цель на каждом острове – собрать изумруды хаоса. После чего предстоит сразиться с одним из Титанов. Самым опасным противником эти эпизоды, одни из лучших в Sonic Frontiers. В них игра будет превращаться до нескольких минут в экшен от Platinum Games. С бегом по телу Титана, полётами, полосами препятствий и парированием снарядов. Игры серии не раз сравнивали с аниме Dragon Balls. И в драках с Титанами сходство очевидно. В основном от Sonic Frontiers хочется говорить только хорошее. Даже музыка, на которую редко обращаешь внимание в игре, здесь и на высоте. Когда исследуешь открытые зоны, слышишь меланхоличные мелодии. То на скрипте играет то пианино, в киберпространстве звучит электронная музыка. И там неожиданно затесались трансовые треки, которые легко представить на старых альбомах Тиеста. А сражения с Титанами происходят под Metal Core. Всё это вроде бы не должно никак сочетаться, но в целом получается разнообразный и качественный саундтрек. Музыка здесь аж на 8 часов. Однако и без недостатков не обошлось. Это всё-таки трёхмерная игра о Сонике. К примеру, сюжет здесь нормальный, но разгоняется ужасно долго. В первой половине игры показывают много видеороликов, вот только ценность большинства из них стремится к нулю. Соник пытается спасти друзей, превратившиеся в голограммы новых персонажей. Сейдж, словно пришедший с какой-нибудь Скарлетт Нексус общейся с Соником, то с Эггманом, пытаясь лучше понять их отношения. Плюс мы больше узнаем о древних существах Коко, населяющих острова, и похожих на ожившие камушки. Всё поначалу подаётся слишком с дозированием, а потом на игрока вываливают гораздо больше сюжетных подробностей. Попытки разработчиков разнообразить геймплей тоже не всегда удачны. Некоторые мини-игры кажутся неуместными. Вроде той, где Соник становится пастухом и должен привести группы Коко в указочную точку. Да и некоторые головоломки скорее раздражают. К примеру, пазл с лучами на первом острове может потрепать нервы. Но и качество островов разнится. Третье утомляет большим количеством мини-аттракционов с видом сбоку. Порой кажется, что люди, называвшие Соник Фронтир с техно-демкой, на самом деле не так уж и далеки от истины. Создатели явно пытались реализовать как можно больше идей и посмотреть на реакцию игроков, чтобы в следующей части серии сфокусировать внимание на том, что понравилось аудитории больше всего. Игра всё равно остаётся полноценной. Просто в ней есть что улучшать. В этом плане она сравнима с Pokemon Legends. Arceus – это тоже совершенно новый опыт для разработчиков. По большей части удачный, но далёкий от совершенства. Больше всего проблем у авторов, судя по всему, вызвала графика. Соник должен быстро передвигаться. И с идеей открытых зон это сочетание не лучшим образом. Особенно на консолях прошлого поколения. Так что готовьте к тому, что постоянно будет натыкаться на появляющиеся в воздухе рельсы. Не погрузились, не врежетесь сквозь текстуры, не провалитесь багов. Здесь на удивление мало. Просто этот недочёт каждый раз вызывает недоумение. Sonic Frontiers напоминает подростка, над которым издевались в школе. А он потом взял и всем доказал, что задиры были неправы. Отзывы в Steam крайне положительные. Пользовательская оценка на MTK Critics высокая. И дело не только в том, что годами страдавшие фанаты трёхмерного Соника наконец-то получили адекватную игру. Даже далёких от серии людей, которые любят 3D-платформеры, с собирательством новинка способна затянуть на пару десятков часов. Конечно, она могла бы быть лучше. И наверняка следующая часть удивит куда сильнее, но первый блин точно не получился комом. Большое спасибо за внимание. С вами был Сади. Подпишись на мой канал.